Всем привет, с вами Лео, вы на канале Hell Scream Academy и сегодня мы поговорим о человеке-легенде, вокалисте группы Metallica, Джеймсе Хэтфилде. А спонсором сегодняшнего видео является крутейшая иркутская банда Экстраверт. Эти ребята отличаются очень крутым исполнением как вживую, так и на записи, и легко могут наступить на хвост американской группе Dream Theater. Ссылочку на их паблик ВКонтакте я оставлю в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, вот ссылочка. Ну а теперь давайте поговорим о Хэтфилде. Я бы разделил вокальную карьеру Хэтфилда на три периода, каждый из которых сопровождался определенными изменениями в его вокале. Сильно вдаваться в подробности мы не будем, я просто обращу внимание, из-за чего могли возникнуть определенные моменты. Для того, чтобы разделить его карьеру на три части, нам нужно две основных даты. Это 91-й год, момент записи Black Album, и 2000-е годы, запись альбома Seat Anger. Сейчас Хэтфилд является самым узнаваемым вокалистом в рок-музыке во всем мире. Его манера пения и некоторые фишки сыграли для него очень большую роль. Самая любимая, наверное, и узнаваемая его фишка, это вот эти звуки Е и Я. Эти фишки он использует почти в каждом треке, и, например, в песне The Day That Never Comes с альбома Death Magnetic. В припеве каждая фраза заканчивается звуком «я». Если я попытаюсь изобразить его манеру, то выйдет что-то вроде Если будет не лень, просто наберите на ютубе «я» Хэтфилд, и вы найдете просто тонну видосов подборок с этими «я» и «я» в исполнении Хэтфилда на альбомах и на концертах. А теперь давайте посмотрим за изменениями его голоса, начиная с 1982 года. Первый временной отрезок я бы назвал так. Демо-версия Джеймса Хэтфилда, 1982-84 год. Я кричу, мы же играем трэш-метал. В этом временном отрезке мы почти не слышим современного Хэтфилда, так как манера еще даже не начала вырабатываться. Вокальные партии на первых альбомах построены очень просто и ограничиваются одной квинтой, ну, максимум октавой. Но было невозможно не обратить внимание, например, на то, что на первом альбоме, прям в самой первой песне, Хэтфилд использует нормальное адекватное расщепление. И делает это совершенно не так, как делал это потом. Ну, а теперь давайте перейдем к концертным видосам. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы могли заметить по последнему видео, его голос стал грубеть, а точнее он сам начал пытаться его сделать грубее. Каким же образом он пытался это делать? Такая штука в голосе, вот этот рычащий такой звук, который преследовал его до 2000 года, появляется обычно после того, как человек очень долгое время кричит, а не поет. И из-за непоставленного голоса это приводит к проблемам, и голос садится. Что я имею в виду, когда говорю кричит? Вот это вот. Это обусловлено отсутствием певческой позиции и тем, что человеку просто голос не поставлен. Но он пытается петь громко и высоко. И тут, как вы могли заметить, начинает появляться знакомый нам Джеймс Хэтфилд. Все вот эти звуки. Но постепенно его голос становится ниже и заполняется вот этим вот хрипучим таким звуком, который в результате в 91 году привел его к проблемам с голосом. По последнему фрагменту очень хорошо видно, как сильно он напрягается и как сильно зажат его подбородок. А это обычно очень сильно мешает при нормальном пении. В следующем видео вы как раз увидите вот это вот знакомое вам лицо Хэтфилда где-то года до 2003, потому что вот этот такой вот поджатый нижний подбородок позволяет ему добиваться вот этого вот хриплого звука, но при этом очень сильно бьет по связкам. После этого в 91 году группа отправляется на студию для записи своего нового альбома. И продюсером этого альбома являлся Боб Рок. Группа сначала была очень недовольна то, что их менеджмент подписал с ним контракт и не хотели выполнять его требования и пожелания во время записи. Тут-то и у Хэтфилда начались проблемы, потому что Боб заставил его петь. Он начал активно разрабатывать уже имеющиеся вокальные фишки у Хэтфилда. Такие фишки, как например, Вот этот вот звук, убранный немножко в нос. И продолжение этой же фразы Вот этот вот округленный и широкий звук. Тогда Металлику впервые обвинили в том, что они апопсели, так как на альбоме появилось огромное количество лирических партий и бэк-вокалов, записанных в интервал. Во время записи этого альбома у Хэтфилда начались проблемы с вокалом, и он все-таки сорвал в результате свой голос, потому что на альбоме было довольно-таки много высоких партий, которые он пытался сделать грубее с помощью своей вот этой вот хриплой и рычащей фишки. Вот небольшой фрагментик со студии, где его голос уже в не очень хорошем состоянии и как-то нездорово звучит. Но этот самый альбом принес группе огромную популярность. А Джеймса заставил обратиться к первому в своей жизни преподавателю по вокалу, который дал ему все необходимые упражнения распевки, после чего Хэтфилд начал опять меняться. Я сорвал голос на записи черного альбома во время песни «So What», а нам нужно было записывать еще кучу песен после этого. И я пошел к тренеру по вокалу, и я не хотел к нему идти. Мне было страшно, я думал, он заставит меня петь оперету. Но я пошел к нему, и мы занимались разогревом вроде этого, с этой кассеты. И у меня одна и та же кассета с того самого времени. Кстати, если вы не знали, то предыдущий фрагмент — это концерт Металлики в Москве в 1991 году, на котором побывало почти полтора миллиона человек. Они сами до сих пор говорят, что это был самый безбашенный концерт за всю их историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После 1991 года голос очищается, он перестает использовать вот эту вот хриплость, вот это вот кривое расщепление, которое довело его до проблем с голосом во время записи черного альбома. Джеймс стал совершенно по-другому использовать свой голос, его тембр стал насыщенней, и голос стал намного глубже. И вот как раз в этот момент мы начинаем узнавать современного Хэтфилда. Субтитры создавал DimaTorzok Лично мне новое исполнение живое старых песен нравится больше, чем то, что было на альбоме. И вот в последнем фрагменте вы могли заметить вот эти вот новые какие-то фишки и мелизмы, которых раньше просто не было. Изучая биографию Хэтфилда и Металлики, я наткнулся на очень прикольный видос, типа там 25 тысяч фактов о Металлике, которых вы не знали. Где парень рассказывал о том, что Хэтфилд сорвал голос во время записи альбома Сейт Энгер из-за того, что гитары были настроены слишком низко, и ему пришлось фактически выплевывать слова, чтобы петь на альбоме. Я, конечно, поржал с этого, потому что на самом деле заниженный строй, который я не использую на этом альбоме, заставил Хэтфилда наоборот петь выше, что привело к проблемам с вокалом из-за того, что он не привык просто таким образом петь. Хэтфилд Бретон, и у него никогда не было необходимости залезать высоко, там, ко второй октаве, где-то, может быть, куски какие-то и были, но он этого никогда особо не делал. И из-за этого во время записи Сейт Энгер ему пришлось петь намного выше, что для него было крайне непривычно. Ну и в результате он сорвал голос, и это опять его заставило обратиться к преподавателю по вокалу. Помните, в начале видео я говорил о зажатом подбородке? Обратите внимание вот на это вот. Субтитры сделал DimaTorzok В последующие годы ничего криминального не происходило, кроме того, что внезапно у него в голосе из-за правильно поставленной позиции, из-за нормального пения, начало появляться адекватное расщепление, и местами он начал орать очень крутыми драйвами и даже местами гроулами. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Обратите внимание, что когда он сейчас поет высокие ноты, он берет их очень легко, и это не звучит так, как это было раньше, только по причине того, что он берет их правильно и берет их в миксовой позиции. А нормальное адекватное расщепление, которое он извлекает с помощью ложных связок, позволяет ему спокойно петь старые песни теми же самыми драйвами, не травмируя свой голосовой аппарат. Дима Торзок А теперь посмотрите пару фрагментов записи последнего альбома. Я думаю, после такого вопросов у вас уже возникать не должно. Хорошо поставленный вокал, певческая позиция, дыхание, опора, и за счет этого нормальное адекватное расщепление, и очень хорошо развитый голосовой диапазон. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. В следующем видео мы будем говорить про Мэтта Така из Bullet For My Valentine. Увидимся!